Всем добрый вечер. Мы находимся в центре Москвы. Кремль за нами, Красная площадь за нами. Сегодня 27 сентября 2017 года. Тема сегодняшнего нашего выпуска, ролика, о том, что полгода назад, когда в начале апреля был первый государственный визит нового президента Узбекистана в Россию, где он встречался здесь, в Кремле, с Путиным. И были подписаны ряд международных договоров, в том числе о том, чтобы трудовые мигранты с Узбекистана приезжали через междугосударственные договора, чтобы их направляли в областях биржи труда, чтобы они уже приезжали сюда на готовое место работы. Вот один из примеров, вот самостоятельный молодой человек, гражданин Узбекистана, который по данному договору приехал в город Ярославль, и его оттуда фактически отфутболили. Оказалось, он за свой счет приехал. В советское время вообще-то оплачивали и дорогу, и командировочные, и суточные, еще подъемно давали. Ничего этого не было. Он копил несколько месяцев денег, у родственников долги влез и приехал. И получилось то, что договаривался здесь, в Кремле, господин Мерзиаев и господин Путин, оказалось это все фуфло, если говорить таким же языком. Вот он сейчас мыкается, живет непонятно где, то у одного землика, то у второго. Вот сейчас уже холода наступает, он в легкой одежде, не знает даже, что одеть, потому что ему обещали и теплая одежда, спецсорка по месту работы, жилье и прочее, ничего этого нет. Я помню все те дни еще, когда с Мерзиаевым приезжал министр труда Узбекистана, он давал интервью узбекской службы радио-свободы и говорил, что мы заключили уже с рядами, с заводами в том числе. Он говорил и про Ярославу, где там уже договорились, то ли там 2 тысячи, то ли 20 тысяч, что там готово предприятие принять. И что это уже такое будет более упорядочное потом будет. Вот один из примеров, что оказывается договор, подписанный двумя президентами, несет и ломаного гроша. То есть, тем самым, вот сейчас авторитет двух президентов подмочен ихними чиновниками. И вот из-за этого случая, я не знаю, сует ли другим ехать сюда. Но я за него сказал, потому что у него немножко трудность с языком, но что он сможет в двух словах. Уважаемые зрители, извините, я совсем подтверждаю, поэтому Услан Акравович говорит о Стане. Я перевел фактически его слова, и у него очень проблемы с языком. Уже это не советское время, когда знали хороший русский язык. Вот сейчас поэтому вы подтверждаете то, что я вас понимаю? Да, конечно, конечно. В принципе, такая ситуация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова